Еще для того, чтобы быть всегда молодым и красивым, нужно заниматься утренней гимнастикой. По понедельникам у нас за утреннюю гимнастику отвечает Наталья Тичковская. Наталья, здравствуйте. Доброе утро. Сегодня мы будем качать не мышцы рук и ног и спины, а мышцы лица. Это тоже очень важно. Качать нос, щеки, лоб, губы. Сегодня у нас губы. Губы? Серьезно? Это же мое упражнение. Показывайте же. Сегодня мы будем укреплять контур, увеличивать объем и улучшать цвет. Делать губы более насыщенными, сочными и возвращать им привычную форму. Такие губы, как у Насти. Ой, какая прелесть, Глеб. Все, я с тобой не разговариваю. Такие уже насыщенные, мне кажется. Хорошо, а для чего это нужно? Неужели губы тоже нуждаются в том, чтобы их поддерживать форму? Вот хороший вопрос. На самом деле, если обратить внимание на динамику, на то, какие изменения происходят с губами с возрастом, можно заметить, что губы, особенно у пожилых людей, становятся тоньше. Серьезно? Они становятся тонкими, появляются кисетные морщины. А вследствие чего это происходит? В следствии того, что мышца губ, которая представляет собой сфинктер, сфинктер – это мышца, которая сокращается вот так, из-за напряжения, из-за стресса, из-за каждой какой-то трудной бытовой жизненной ситуации, сжимается, и губы вкручиваются внутрь, вот так. То есть как будто бы мы злимся, и вот задерживается это выражение. Поэтому если мы ловим себя на том, что мы долгое время пребываем в таком положении с поджатыми губами, нужно губы расслаблять, потому что вообще поджатые губы – это прямой путь к образованию очень большого количества морщин. Мы поджимаем губы, мы создаем носогубные складки, мы поджимаем губы, мы создаем марионеточные морщины, вот эти вот морщины скорби. То есть губы должны быть максимально расслаблены. Обратите внимание, как это выглядит все у деток. Я часто с детками сравниваю, потому что они на себе вот это вот бремя, вот эту нагрузку жизненную не несут. Вот, причем если сравнивать с трудными детьми, с трудной жизнью, они имеют уже на лице все признаки взрослого человека. То есть лицо полностью отражает все переживания и все то, что происходит внутри. Так вот если взять деток, у них ротик чуть приоткрыт, губки пухленькие, и ротик чуть приоткрыт. Он расслаблен. Это все хорошо у ребенка, раз он ходит с таким вот открытым. А у взрослых даже ночью порой не расслабляется лицо, и челюсть, и рот остаются зажатыми. Что мы сделаем сегодня для того, чтобы этот сфинктер расслабить губам, вернуть первоначальный объем и улучшить их цвет? Мы сделаем упражнение, которое называется уточка. Губами нужно будет создавать форму, которую многие используют для селфи. Мы будем губами тянуться к противоположной стенке, вот так. А из пальцев создадим рамочку, которую положим на губы, и рамочка эта будет нам мешать. Глеб, ну давай. Создавать противодействие, мешать губам. Вот так вот. Мы тянемся вперед, а руками оказываем сопротивление. Понятно. И делаем так 20 раз. Глеб, давай попробуй. Не хочу. Мужчинам тоже нужно делать такие упражнения, чтобы губы всегда были красивые. И ты не выглядел злым. Я и так не очень злой. Да? На самом деле, расслабляя мышцы рта, очень здорово прорабатывается внутреннее состояние, снимается напряжение. Вот делаем мы вот так вот 20 раз. Мне кажется, мозг на это отключается. Ты вообще об этом ни о чем плохом не думаешь точно. Это своего рода медитация, конечно, потому что мы полностью сосредоточены на том, что мы делаем сейчас. После 20 повторов мы задерживаемся в статике на 20 секунд. То есть губы стремятся туда, пальцы их заталкивают обратно. Понятно. И делаем несколько выдуваний. Глеб, давай. Это твое коронное упражнение сегодня будет. Ну покажи хоть одно. Вот видишь, это значит, что ты задерживаешься. Надо тренироваться. Надо тренироваться. У меня получается, но я не буду так. Мне, может быть, тоже получается, может, просто я стесняюсь. А вот я сейчас знаю, что когда выполняешь упражнение, нужно правильно дышать. Вот когда с губами работаешь, как дышать нужно? Нужно хотя бы просто дышать. Я часто сталкиваюсь с тем, что на тренировках девочки перестают дышать. Они настолько концентрируются на том, что они делают, что некоторые упражнения, чуть более сложные, чем упражнения с губами, заставляют их задерживать дыхание. Нужно просто хорошо дышать. Вообще, в принципе, перед любыми упражнениями, будь то упражнение для лица или упражнение для тела, стоит сделать несколько очень глубоких вдохов и громких выдохов. Это наполняет нас кислородом. А для того, чтобы мышцы были в тонусе, им необходим кислород. Его чаще не хватает. Наташа, ну и последний вопрос. Насколько часто это упражнение нужно делать для того, чтобы с губами все было в порядке? Для получения хорошего стойкого эффекта стоит делать это каждый день. Это абсолютно несложное упражнение. Его можно успеть сделать в лифте, в принципе, пока вы на работу едете. Но результат от него возникает очень быстро. Губы моментально после выполнения упражнения становятся более яркими, более сочными. И через некоторое время, я могу гарантировать, если 2-3 недели подряд делать каждый день, то ваши знакомые начнут спрашивать, что вы сделали с губами. Ой, какое хорошее упражнение. Мне очень понравилось. А еще утром можно зубной щеткой чуть-чуть помассажировать губы. Это будет очень полезно. Я так всегда делаю. Наташа, спасибо огромное. Всегда твои советы безумно полезны. Я думаю, наши зрители просто преображаются на глазах. Это очень приятно. Наталья Дичковская была сегодня в студии. Наш инструктор по фейс-фитнесу.